Давайте начнем с молитвы. Обесный Отец, такая привилегия проснуться и видеть этот дождь на улице, прийти в этот класс замечательных людей и делиться Твоим сердцем с ними. Молюсь, чтобы каждое слово, которое я скажу в это утро пришло от Твоего трона, а не от меня, чтобы это принесло много плода в Твоем Царстве. В имя Ишуа. Аминь. Если вы помните позавчера, у нас было учение о Четырех Заветах. И обычно это учение идет после того учения, после Четырех Заветов. Но я почувствовала, что Дух Святой изменил темы в тот день. Поэтому я не буду это учение передавать сегодня. Будет продолжение. И эта тема называется «Как Бог видит Завет?» И что вы знаете, тема этой недели «Подготовка к созиданию Царства Божьего». И очень важно, чтобы мы понимали, что такое Завет. И как на прошлых занятиях мы увидели Божий план в том, чтобы все человечество спаслось. И что Бог использует еврейский народ для того, чтобы заключить эти Заветы. И мы видим, что три Завета уже исполнились, и еще предстоит Четвертый Завет Давидов. И что мы все ожидаем этого Завета как верующие. Мы знаем, что в этом Завете находятся как евреи, так и все народы. Они не только включены в этот Завет, но Бог будет использовать их в этом Завете. Поэтому давайте зададим такой вопрос. Как Бог смотрит на Заветы? И возможно, вы услышите стихи, которые вы раньше читали. Но хорошо, что у нас эти стихи запечатлены в Духе. Книга Иеремии. И мы будем смотреть на 31 глава. И мы будем смотреть на 33-34. Иеремия 31-34. Иеремия 31-34. Я вложу закон мой во внутренние стихи, на сердцах их напишу его. 33-й стих. И буду им Богом, а они будут моим народом. 34-й стих. Уже не будут учить друг друга, брат брата, и говорить, познайте Господа. Ибо все сами будут знать Меня. От малого до большого, говорит Господь. Потому что я прощу беззаконие их. И грехов их уже не воспомину более. Это замечательный завет. И мы знаем, что этот завет, который еще предстоит, Бог уже заключил завет. И он должен воплотиться еще в будущем. Мы видим, как это начинает происходить уже сейчас. И люди, которые в этой комнате, вы являетесь свидетелями этому. Потому что в этом помещении есть евреи, которые знают Господа. И также закон Божий в их сердцах теперь. Когда Бог забирает каменное сердце и дает плотяное сердце. Я один из них. И также вы тоже. И это начинает происходить уже сейчас. И также хочу уделить большое внимание теологии замещения. Я уверен, что вы уже знаете об этом. И я не буду слишком много деталей рассматривать, потому что хочу больше сконцентрироваться на завете. Но просто пройдемся с вами по этой теме. мы знаем, мы знаем, что Божий чат в церкви говорит, что Бог отверг Израиль. Что Бог отверг евреев. И также говорят, что когда Израиль упоминается в Библии, можно вычеркнуть слово Израиль и заменить словом церковь. Также они говорят, что все проклятия еврейского народа и все благословения все это относится к церкви. Если бы Бог был таким, то я не знаю, служил бы ли я Ему. Но слава Богу, что Он не такой. Аллелуя. И также говорят, что Бог нет никакого плана для Израиля, это одна из стран, просто страна какая-то. Также возвращение евреев в Израиль это случайность и никакого отношения это не имеет к пророчествам. С чего это все началось? Откуда это все пришло? И можно даже целую неделю говорить об этой теологии замещения. Но я предысторию хочу вам небольшую рассказать. Откуда началась теология замещения? Мы знаем, что римляне вторглись в Иудеи, вошли в Иерусалим. И примерно в этот же период началось служение Иисуса. И в то время христианства не было на земле, не существовало. и многие люди, которые верят в теологию еврейских корней и следуют этому, иногда говорят мне, Ишуа следовал закону, Ишуа исполнял закон. Но он должен был следовать закону, исполнять закон. потому что Ишуа сам был под законом. И еще не был заключен Новый Завет тогда. Новый Завет появился, либо воплотился только на кресте. Так же вы слышали о том, что есть 613 заповедей в законе, которые евреи должны исполнять. кто же из евреев здесь исполнил все 613 заповедей? Мы не можем. Только один человек смог. Ишуа. И он должен был исполнить эти 613 митсвот, как мы их называем. Потому что он был безгрешным агнцем Бога. Now, the Romans came into Judea and invaded Judea and they destroyed the temple. They destroyed Jerusalem. Now, we must remember in the book of Acts that Christianity began in Jerusalem. Christians started Jerusalem or Jerusalem. Though Jesus instructed them, Yeshua instructed them to go to the upper room and wait for the Holy Spirit to come upon them. And one must never forget that the first Christians were Jews. In fact, there were no Gentile Christians for a while. So, at that time, Jerusalem was the center of Christianity. So, was the center of Christianity. But, when the emperor Claudius banished the Jewish people from Jerusalem and sent them to Rome, Jerusalem was no more the center of the Christian faith. Now, was not the center of the Christian faith. And the Gentiles started accepting Christianity. They started accepting Yeshua. And the Jews started to accept Christianity. They started accepting Yeshua. And this led to a conflict between the church and the synagogue. You must remember that in those days there was no church. You must remember that in those days there was no church. The believers in Yeshua still went to synagogue. The church only came in a little bit afterwards. The church only came in a little bit afterwards. In fact, the first church used to meet in houses. women were in homes. We read in acts that they would go from house to house and that was the church. In diaries we read in acts that they would go from house to house and that was the church. And maybe that's what the true church is really all about even today. And maybe that's what the true church is really all about even today. Because when we think of the church, we think of a building. Потому что мы, когда думаем о церкви, мы представляем здание себе. Но мы здесь, в этом помещении, являемся церковью. У человека появилось такое понятие, что церковь это здание. И церковь, откуда я, родом, огромная церковь. Там огромное, массивное здание. И больше шести тысяч членов церкви. Но здание ничего не имеет. Никакого значения не имеет. Но шесть тысяч человек, шесть тысяч членов церкви, те, которые составляют церковь. Поэтому, что начало происходить в те дни? Произошел конфликт между церковью и синагогой. И когда апостол Павел проходил по тем регионам, он понес веру христианскую в языческий мир. И в то время, когда количество человек увеличивалось, росло также влияние. И они больше отсоединялись от еврейских корней. Император Клавдий прогнал всех евреев из Рима, потому что из-за них все проблемы возникали. И также производили беспорядки, бунты из-за одного какого-то раввина. И этот раввин был раввин Иешуа. Об этом можно прочесть в книге Деяний, в 18 главе. Я бы хотела прочесть, но у нас нет времени, поэтому хочу у вас прочитать эти отрывки. Деяние в 18 главе можете прочесть это. И поэтому язычники думали, что у них появляется свобода. Свобода в чем? Свобода в том, чтобы развивать свою собственную теологию. Свободного от влияния верующих евреев. И также есть другой император, Нерон, я думаю, все мы его знаем. И почему он известен? Потому что когда Джерусалим was burned? When Rome was burning? Yes, but what happened? He was playing his violin. That's what most people remember him for. That's what most people remember him for. But actually he was a very good emperor. В принципе, он был очень хорошим императором. Up until the end. До конца. And he realized that the Jewish people were good for business. И он понимал, что евреи очень хороши для бизнеса. They were good business people. Хорошие предприниматели они были. And what he did is he invited the Jews that Claudius had scattered back to Rome. И то, что он сделал, Клавдий знал всех евреев из Рима, а Нерон собрал их в Риме снова. And all of this you will read in the book of Acts chapter 18. And amongst the Christians who came back to Rome, and amongst the Christians who came back to Rome, were Aquila and Priscilla. Now you all know Aquila and Priscilla. You read about them in the book of Acts. И вы все тоже знаете их. Тоже у них есть упоминания в книге Деяний. But the Gentile Church interpreted the destruction of the temple. Keep on going. The destruction of the temple, the fall of Jerusalem, and the banishment of the Jews from Rome as a sign that God had abandoned and rejected the Jewish people. И как нееврейская церковь или церковь неевреев интерпретировала разрушение храма, уничтожение Иерусалима, и изгнание евреев, то, что Бог отверг евреев. And that is when they got this theology that the church was now the new Israel. Именно тогда появляется эта новая теология о том, что Бог избирает церковь, а не Израиль. И лидеры первой церкви спорили по поводу того, что церковь является продолжением Ветхого Завета. И поэтому она замещает иудаизм. И эта церковь провозгла себя истинным Израилем. Либо же иногда называли церковь по духу. Израиль по духу. И что они являются новыми наследниками божественного обетования. They found it necessary to discredit Israel according to the flesh, the Jewish people. И дискредитируя Израиль по плоти евреев. To indoctrinate the people that God had cast away the Jewish people. И ввести новую доктрину, что Бог отверг евреев, еврейский народ. Again. И поэтому таким образом Божья милость, Божья любовь, благоволение направлены язычникам и нееврейской церкви. И это повлияло на первых лидеров церкви. И христианство все больше и больше соединялось от еврейских корней. И если кратко, вот как это все начиналось. Это теология замещения. И в 306 году Константин стал первым императором-христианином. В Римской империи. И поначалу он хорошо относился к евреям. И он давал им такие же религиозные права, как и христианам. И в 321 году христианство он сделал официальной религией Рима, Римской империи. И исключил все остальные религии. И также помните, что в те времена христиан гнали, были гонения. Знаем, что их бросали львам в Колизее. И когда Константин ввел христианство как официальную религию Рима, это положило конец гонениям на христиан. И в то же время стало началом дискриминации и гонений евреев. Христианам говорилось, чтобы не разделять общие трапезы с евреями. Не совершать перекрестные браки. Не позволять евреям работать на их полях. Так же не соблюдать субботу, шаббат. И вот как начался такой антисемитизм. И католическая церковь даже дальше пошла. Они обвинили евреев в чуме по Европе, которая распространилась. И еще дальше зашли крестонавцы. И как они собрали евреев, мужчин, женщин, детей, заперли в синагогу, сожли в синагогу и пославили Иисуса. И еще Мартин Лютер даже еще больше ухудшил положение своей ненависти к евреям, потому что они не обращались в христианство. И также то, что записал Гитлер в своей книге «Моя борьба», все заявления, утверждения, взятые непосредственно из трудов Мартина Лютера. И, к сожалению, большая часть церкви все еще придерживается теории замещения. Это может быть из-за неправильной доктрины. Либо же из-за антисемитизма. Поэтому это всего лишь краткая история антисемитизма и теории замещения. Конечно, на это тоже может уйти очень много времени, на эту тему. Но я не это хочу сейчас делать. Но я хочу показать вам пример теории замещения в Библии. Потому что в какой-то момент жизни вы встретитесь с этим. В какой-то момент кто-то скажет вам, ну, Бог закончил свою работу с евреями. И очень важно, чтобы вы знали, как противостоять их теологии. Деяние 13 глава. Стихи 44-52. Мы уже читали их. Но я хочу с другого угла посмотреть. Окей, so Acts 13, verse 44. Деяние 13, 44. В следующую субботу почти весь город собрался слушать Слово Божие. Но иудеи, увидевши народ, исполнились зависти. И противоречия и злословия сопротивлялись тому, что говорил Павел. Тогда Павел и Барнабас с дерзновением сказали, вам первым надлежало быть проповедовано Слово Божие. И здесь мы видим еврею. Сначала еврею. Но как вы отвергаете его, и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот мы обращаемся к язычникам. Ибо так заповедовал нам Господь. Я положил тебя во свет язычникам, чтобы ты был во спасение до края земли. Язычники, слыша это, радовались и прославляли Слово Господне. И уверовали все, которые были предоставлены к вечной жизни. И Слово Господне распространялось по всей стране. Но иудеи, подстрекнувшие набожных, почетных женщин, первых в городе людей, воздвигли гонения на Павла и Варнаву. И изгнали их из своих пределов. Но они, отрягши на них прах от ног своих, пошли в иконию. А ученики исполнялись радости и Духа Святого. И теологи замещения сказали бы, вот, посмотрите на этот отрывок. Павел сказал, что вам нужно услужить Евангелие как евреям. Но потому что вы отвергли, теперь мы идем к язычникам. И это записано в Библии Короля Якова на английском. Но в других версиях Библии там написано, что некоторые евреи противоречили и злословили Павла и Варнаву. Вы видите, это не все евреи этого города противоречили Павлу, злословили Павла, выгнали Павла. Но это была группа людей. И я думаю, что мы все знаем, как небольшая группа людей может cause so much trouble for other people. Я думаю, что все мы знаем, как небольшая группа людей может одни неприятности принести всем остальным. Если посмотреть на мусульманские страны, народы, и есть также многие люди, которые настроены против мусульман. Из-за терроризма, из-за суицидальных терактов. Но есть же эта маленькая группа фанатов, фанатиков. Вы не можете сказать, что все мусульмане, арабы плохие из-за этой одной группы. И то же самое было в Едьяне. Маленькая группа евреев. Может 100, может 200, может даже 300. Но это группа людей. И именно в той группе Бог Павел сказал, хорошо было, что вы услышали Евангелие. Но из-за того, что вы его отвергаете, мы пойдем к язычникам. Потому что Бог призвал меня, назвал меня апостолом язычников. И если Бог закончил свою работу с евреями, и если бы Бог сказал Павлу, что все, я закончил свою работу с евреями, я отверг их, тогда почему же мы читаем в следующем стихе, в следующей главе? Глава 14, стих 1. В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и еленов. Как помните, я сказал вам раньше, ваша Библия была испорчена? Что в первоначальных писаниях не было разделения на главы, стихи? Что это было введено двумя людьми? Что сначала один ввел главы, деление на главы, а второй ввел деление на стихи. Поэтому, если бы не было этого разделения, мы бы продолжали чтение этого отрывка, этой истории. И как я сказала ранее, что важно, когда вы читаете Слово Божие, чтобы читать предыдущую главу, последующую главу, читать контекст, а не просто вырывать отрывок. Потому что теология замещения завершается вот этим 52 стихом 13 главы. Иногда кажется, что 14 глава это что-то абсолютно новое. На самом деле нет, это продолжение истории. В римлянам, книга о римлянам, хочу спросить вас, знаете, почему было написано послание римлянам? Все послание римлянам было написано по одной причине только. Написано для того, чтобы разобраться с этой проблемой теологии замещения. И здесь я хочу немного историю рассказать, потому что, может, слышали вы это, а может, нет. Послание римлянам немножко отличается от всех остальных посланий Павла. Во всех других посланиях Павел организовал все эти церкви. И он был отцом церкви, и люди знали его. Но он не был основателем церкви в Риме. И они могли бы сказать, что это за человек вообще? И когда я приехал сюда в первый день, никто здесь меня не знал. И мне понадобилось установить доверительное отношение между вами и мной. И я хочу свое сердце вам показать. Поэтому... Что это вообще за незнакомец из Южной Африки перейдет сюда, станет здесь? И думает, что он может нам что-то сказать. И я не преувеличиваю, это правда, не так ли? Когда я был здесь первый день, вы меня не знали. Я был просто человеком из Южной Африки, который говорит вам слова. А теперь уже четыре дня позже. И я думаю, что у нас есть взаимоотношения. И я думаю, что вы чувствуете, что можете доверять мне. И с такой же ситуацией столкнулся Павел. Ему пришлось установить доверительное отношение с Церковью из Рима. И все послание римлянам вращается возле трех глав. Римлянам 9, 10 и 11. Основывается на трех главах. Римлянам 9, 10 и 11. И также очень хочу поощрить вас. Если ваше сердце любит еврейский народ, я знаю, что это так, вы должны прочесть с Римлянам 9, 10 и 11 и очень хорошо знать эти главы. Прочитайте их снова и снова. Now, Paul starts off by introducing himself and he writes a few things of the Lord in the first eight chapters of Romans. И Павел начинает с небольшого представления о себе, немного говорит о Господе. И в 9 главе послания о римлянам он начинает разбираться с теологией замещения. И знаете ли вы, как он это делает? В Римлянам 9 и 10 он соглашается с ними. И он говорит, вы правы, Бог, the Jewish people did rebel against God. И он говорит, вы правы, евреи бунтовали против Бога. И что они следовали за идолами. И Бог и Бог наказал их. И Бог наказал их. Он создает доверие сначала, чтобы люди могли сказать, да, он согласен с нами. и затем в Римлянам 11 главе он говорит, мы же читали это раньше, разве приткнулся Израиль, чтобы упасть навсегда? Никак. Никогда. Помните слово на греческом языке? Помните греческое слово? Никак, которое означает? помните? Меганоито. И что значит никогда никогда не произойдет. Да, запретит Господь, никогда этого не произойдет. Вот насколько сильно звучит это слово на греческом. И в 11 главе он говорит, что не только Бог не завершил своей работой с евреями и израильским народом. Но Бог хочет, чтобы церковь неевреев спровоцировала ревность евреев, чтобы они спаслись. здесь возникает проблема, потому что такие теологи, они читают только 9 и 10 главы. И они скажут, видишь, видишь это? И они не читают 11 главы. Сколько, если они прочтут 11 главу, то они увидят, что Бог не завершил своей работой с евреями. Есть еще другая проблема. Вы слышали о христианских сионистах. Христианские сионисты игнорируют 9 и 10 главы и фокусируются на 11 главе. И так образуется теология такая, что не нужно Евангелие доносить евреям, потому что они спасаются благодаря их личному завету с Богом. Как мы это раньше называли, это теория двух заветов. И это тоже неправильно. Есть только один путь к спасению, как Евреев, Евреев, для других народов. Это через Иешуа. Теперь хочу прочесть римлянам 11 главу. И I'd like us to go to chapter to verse 13. Римлянам 11 глава, 13 стих. Римлянам 11, 11. Римлянам 11, 11. Очень важно это услышать. И так спрашиваю, неожели они приткнулись, чтобы совсем пасть? меганоито, конечно нет. Но от их падения спасения язычников, чтобы возбудить в них ревность. Если падение их богатства миру и оскудение их богатства язычникам, то тем более полнота их. вам говорю язычникам, как апостол язычников. Я прославляю служение мое. Не возбужу ли ревность сродников моих по плоти и не спасу ли некоторых из них. ибо если отвержение их примирение мира, то что будет принятие как не жизнь из мертвых? Если начаток свят, то и целая. Если корень свят, то и ветви. Если некоторые из ветвей отломились, а ты, дикая маслина, привился на место их, и стал общником корня и сока маслины, то не превозносись пред ветвями. Если превозносишься, то вспомни, что не ты корень держишь, но корень тебя. Скажешь, ветви отломились, чтобы мне привиться. хорошо. Они отломились неверием, а ты держишься верою. Не гордись, но бойся. Если Бог не пощадил природных ветвей, то смотри, пощадит ли и тебя. Это очень важный отрывок, важное Писание. что здесь сказано? Давайте скажем, ну посмотрим, допустим, это дерево, минор, это дерево. корень это корень Авраамов. ствол, и ствол, это еврейский народ. А это ветви. Я не верил в Ишуа. Манфред. Поэтому Бог взял ветвь, которую звали Манфред, и Он отломил эту ветвь. Но Он не бросил ее в огонь. Аккуратно положил сбоку. И потом вы также свое сердце дали Ишуа. Он взял вас и говорит, я вас привил к этому дереву. Здесь привил. Тебя там привил. Привил вас к этому дереву. И поскольку вы привил к этому дереву, Он сказал, все благословения Авраама будут принадлежать и вам, как верующим в Ишуа. И потом в один день, 1994 я увидел, что Ишуа есть Машех. И я принял его к Господу и Спасителя. И Бог достал эту ветвь под именем Манфред и любовью в своем сердце и слезы в глазах у него были. Он сказал, сын мой, твое место еще там не занято. Я тебя привил обратно. И это Бог, которому мы служим. еще там говорится в 21 стихе. Если природных ветвей не пощадил меня, то возможно он и вас не пощадит. Если Бог нарушил свой завет с евреями, что гарантия имеет что он не не нарушит своего завета. Если быть честным, кто больше огорчил Бога? Евреи либо нееврейская церковь? Я не знаю. Я не могу дать ответа. Те и другие огорчили Бога. и если Бог заключает свой завет со мной, если Бог нарушил завет со мной евреям, то тогда у вас не евреев, нет никаких гарантий. евреям. И как мы видим из 17, 17-8, Бог заключил завет с евреями, также включена была ханаанская земля в завет. Бог решил, что свои заветы он ведет в действие через евреев. И Бог дал евреям хананскую землю в вечное владение никому другому. Он дал ее еврейскому народу, не американцам, не европейскому союзу, не ООН, не палестинцам, не Ватикану, хотя все бы хотели забрать себе Израиль. Он дал эту землю Израилю во владение вечное. И это было мое введение. Теперь мы перейдем к этой теме, наконец, как Бог видит завет. первое. Завет неразрушим. Никогда не может быть он нарушен. В английском есть такая поговорка в английском языке, что дают обещание, чтобы нарушить. У вас есть такая поговорка? у нас есть такая поговорка. Но завет никогда не может быть разрушен, разорван. Он неразрушен. И сейчас у нас будет перерыв. И мы рассмотрим, наконец, эту тему, как Бог видит завет. неразрушен. не неразрушен. Продолжение следует...